МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оскар Мамин назначен премьер-министром Казахстана, сообщается на официальном сайте Аккорды. Депутаты мажилиста парламента одобрили его кандидатуру на пост нового главы правительства. Оскар Мамин родился 23 октября 1965 года. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт и Российскую экономическую академию имени Плеханова. Возглавлял акционерное общество Казахстан-Тиэмиржола. Занимал должность Акима Астаны и министра транспорта и коммуникации. До назначения на пост главы Кабмина исполнял обязанности первого вице-премьера с сентября 2016 года. Назначены и заместители нового главы правительства. Ими стали Алихан Самаилов и Жениц Касымбек. Благоустройство дачных массивов Талдыкургана в центре внимания власти области. В минувшие выходные заместители Акима Алматинской области Лаза Турлашев и Айдарбек Байжанов провели рабочий объезд по приграничным участкам областного центра. На прошлой неделе Аким области Амандык Баталов подверг жесткой критике работу своих заместителей и руководству областного центра по благоустройству частных жилых массивов Талдыкургана. Действительно, проблем здесь немало. Осветительные опоры превратились в не самые красочные декорации, требуют ремонта и дороги. Ситуацию воочию ознакомились заместители Акима области. Срочного решения требует вопрос обеспечения питьевой водой дачного массива Мерикелек. Воду местные жители носят с единственной колонки. Это в теплое время года. А зимой жалуются жителей, колонка замерзает. И воду для приготовления пищи приходится брать по старинке, из реки Каратал. Сейчас из областного бюджета рассматривается средство для решения проблемы с питьевой водой. В скором времени и этот вопрос найдет свое решение. А вот криминогенная ситуация в массиве также желает оставлять лучшего. Поручаю всем ответственным лицам взяться за эту проблему. За ходом исполнения буду следить лично сам. Если я не смогу приехать из-за плотного графика, то обязательно проведет объезд Акимгорода. Ведь все поручения Акима области мы должны выполнять в сроки. Немало проблемных вопросов и в благоустройстве соседнего массива Красный Камень. Главная проблема – мост. Как говорят жители, он может рухнуть в любую минуту. Первым делом нужно решить проблему с мостом. Это жизненно опасно для жителей дачного массива. Проект уже нашел поддержку со стороны главы края. Так что в скором времени нужно приступать к строительству. В программе рабочего объезда и контроль за строящимися объектами жилого сектора города. Уже в этом году 573 талдыкурганские семьи обретут заветные крыши над головой. За качествами сроками возведения многоэтажек слежу. Лично отметил первый зам. Азадж Маханов, Нуржа Муканов, телекомпания ЖТСУ. На 48 миллиардов тенге пополнили казну сельхозтоваропроизводителей Жамбылского района. Это на 5 миллиардов больше прошлогоднего показателя. Положительные итоги район подвел и по другим показателям минувшего 2018 года. О них рассказал Аким района Багдад Алиев на встрече со СМИ в региональной службе коммуникации. Общий объем промышленного производства составил 17 миллиардов тенге. Экспортировано 130 тонн мяса. Решается и квартирный вопрос. Сразу 8 многоэтажных жилых домов планируют построить по программе 7-20-25. Уже в этом году в селе Озанагаш. Счастливыми новоселами станут 320 человек. Также в этом году будет построен цементный завод в селе Тамгала. С его открытием более 400 человек найдут себе постоянное место работы. Как всем известно, Жамбулский район считается аграрным. Ежегодно мы производим около 24 тысяч тонн мяса. Соответственно, встал вопрос его переработки. Специально для этого мы строим мясокомбинат. Его мощность – 8 тысяч голов скота в день. Уже в марте завершим строительство. По планам на текущий год наша область должна экспортировать 4 тысячи тонн. Вот думаем, с открытием комбината внесем свою лепту в выполнение поручения Ельбасы. Также мы строим теплицу мощностью 4 тысячи тонн готовой продукции в год. Для этих целей мы отвели 15 гектаров земли. Привлечены 6 миллиардов тенге частных инвестиций. Таким образом снижается доля импорта овощей. И население будет обеспечено своей экологически чистой продукцией. 60 тысяч тонн сладкого корнеплода принял в прошедшем сезоне Аксусский сахарный завод. В этом году стекловоды региона планируют собрать больше урожая. 101 тысячу тонн за счет увеличения пассивных площадей. Отметим, предприятие прошло третий этап модернизации. Об этом на брифинге в службе региональных коммуникаций рассказал Аким района. А в ближайшие годы в районе намерены реализовать 6 инвестпроектов. Среди крупных панель систем КИЗ. Откормочная площадка Коксагас по производству каучука. В нынешнем году начнется строительство 40 домов в селе Жан-Сугуров. В планах также возведение двух школ с мини-центрами. Разрабатывается в районе по поручению Любасы социальная карта населения. 28 семей просят решить проблему с жильем. Двум уже предоставили крышу над головой. Сейчас с инвесторами готовим проект по многоквартирному дому. Из них 5 квартир выделим многодетным и малообеспеченным семьям. Выдавать жилье будем по очереди. Также Аким области Амандык Баталов обещал выделить средства на строительство 20 домов в каждом районе. Таким образом мы решим проблему. В этом году в поселке Саразек Кербулагского района начнется подготовительный этап строительства новой поликлиники. Она району крайне необходима, так как сильно перегружена центральная больница. Несмотря на такие сложности, местные врачи делают все возможное, чтобы качественно оказывать населению медицинскую помощь. Отношение жителей Кербулагского района к медицинскому обслуживанию с каждым годом улучшается. Об этом свидетельствуют сельские сходы, где все чаще медики слышат в свой адрес слова благодарности. С большим доверием к людям в белых халатах относится и беременная на пятого ребенка Назира Молтабарова. Поэтому решила двойню родить в местной центральной районной больнице. Врачи говорят, что все хорошо. Всех своих четырех детей я родила здесь. Это моя пятая беременность. На этот раз двойня. Меня хотели направить в областной перинатальный центр, но я отказалась. Здесь хорошие врачи условия есть. Зачем мне куда-то ехать? Надеюсь, что все будет нормально. По словам главного врача ЦРБ, именно четкое соблюдение всех медицинских норм привело к значительному снижению смертности в районе. Здесь первостепенную роль играет качество медицинского обслуживания. 2018 год для нас был более успешным. В 2018 году у нас, естественно, не зарегистрировано материнской смертности. Идет снижение по БСК, идет снижение по онкозаболеваемости. Это намного радует нас. Это говорит о том, что поликлиническая служба берет бразды правления своей и работа идет. В этом году мы внедряем программу ПУС. Это ПУС, это управляемые заболевания. Многие специалисты наши обучились. И еще, конечно, мы их обучаем. И главное, говорят сами врачи, о чем не должны забывать, это строгий мониторинг состояния здоровья населения. В районе нельзя допускать вспышки какого-либо заболевания. И уж тем более роста показателей смертности. Среди населения необходимо проводить четкую разъяснительную работу по внедрению новой системы медицинского страхования. Санал ЖТСУ, Кирбулакский район. Алмантийский областной филиал партии Нур-Атан обсудил качество и доступность государственных услуг. Повысить эффективность работы планируют специализированные цены. В регионе будут упрощены госуслуги по регистрации недвижимого имущества. В настоящее время получить государственный регистрационный номер, водительские права, пройти медосмотр можно в одном месте. Некоторые услуги можно оформить, не выходя из дома, в электронном виде. Хотя, как показал анализ, среди населения такая функция пока еще не имеет большого спроса. Сегодня рассматривается плановый вопрос по оказанию государственных услуг населению. Особенно или подробнее мы проверили работу центрального ЦОНа и спецЦОНа. В этом направлении работа ведется планово. К примеру, за 18 лет, а за 18 год ни одной жалобы, заявлений или же ни одного звонка по телефону доверия не было. В Казахстане стали меньше производить обычных сигарет. По данным аналитиков, в январе этого года производство сигарет и прочей табачной продукции сократилось сразу на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты добавили, что увеличение цен на сигареты продолжится. 16 ноября 2018 года в постановлении об установлении минимальных розничных цен на сигареты были внесены изменения. Дороже всего сигареты обходятся жителям Костаная – 435 тенге за пачку. Дешевле всего пачка сигарет обходится жителям Талдукургана – 388 тенге. Жительница села Рулиха в Восточно-Казахстанской области Елена Исакова решила побороться с проблемой открытых колодцев. 15-летний сын Елены, который имеет инвалидность, 9 января пошел с братьями в магазин и провалился в открытый люк. В результате подросток получил закрытый перелом средней трети большой берцовой кости левой голени. В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области сообщили, что по данному факту назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза, согласно заключению которой пострадавший подросток получил травмы средней степени тяжести. В полиции заявили, что обслуживанием колодца занимается подрядная организация, которая ведет строительство водонапорных сетей. Стало известно имя представительницы Казахстана на международном конкурсе красоты Miss USSR UK 2018, в конкурсе, финал которого пройдет в столице Великобритании Лондоне 27 апреля, могут участвовать девушки только из всех 15 стран бывшего СССР. Лаура Мухтар, финалистка Miss Алматы 2018. Сейчас она учится на режиссера-постановщика в Академии художеств имени Джургенова, окончила театральный факультет, также является хореографом, участвовала в различных фотосессиях и конкурсах, работала несколько лет в театре, после чего решила попробовать себя в кино. На протяжении 20 лет телекомпания ЖТСУ держит вас, дорогие зрители, в курсе новостей региона. В честь знаменательной даты для нашего телевидения мы в цикле новостей расскажем про историю ЖТСУ от истоков становления до сегодняшнего дня. Итак, в первом сюжете рассказывается, как 20 лет назад ЖТСУ делала первые шаги в телевизионное сообщество. История телеканала началась в Алматы. Правда, вначале это была студия, созданная 28 апреля 1999 года. Учредители назвали свое детище ЖТСУ. Первым руководителем студии стал ныне известный писатель Ермик Турсонов. Располагалась редакция в здании Акимата Алматинской области в Алматы. В маленьком кабинете работали 5-6 сотрудников. В то время у студии ЖТСУ не было собственной вещательной чистоты. Материалы, подготовленные коллективом, транслировались по государственному телеканалу «Казахстан». Всего час в неделю и только на Алматинскую область. Сайбера Сайдильдина одна из тех, кто причастен к становлению канала. Трудилась литературным редактором. Ныне заместитель главного редактора газеты Агния Латал. С трепетом вспоминает те дни. Вся история создания телеканала ЖТСУ у меня в памяти. Наверное, я один из тех немногих людей, который видел эту историю от начала. И вот до сегодняшних дней. На протяжении этих 20 лет. Очень дорогое удовольствие. И оно создается не сразу, естественно. И очень сложный процесс создания телеканала. Журналисты собирали информацию со всей Алматинской области. Всего одна автомашина и единственная видеокамера. Говорил оператору, что будем снимать 4-5 сюжетов. К примеру, про культуру, образование, сельское хозяйство и так далее. С запасом. Вернуться обратно и доснять не могли. Далее в кабинете готовили наши материалы к эфиру. Нерекелли Омаров, Наталья Борсенко, Виктор Гуц, Евгений Загороднев, Аршагуль Тойбай, Тержан Кудеров. Первые сотрудники телестудии ЖТСУ. Некоторых уже нет в живых. Но дело их продолжается. Первая часовая программа, которая транслировалась по телеканалу «Казахстан», называлась «Уахат». И там, естественно, были программы, то есть сюжеты на русском языке, сюжеты на казахском языке. И первые люди, кто делал, первые журналисты, которые делали сюжеты вот на эту программу, это была Наталья Васильевна Борсенко, она часто делала сюжеты, программки небольшие. И даже я помню, ее программа «Казахстан-2030» называлась. Отдельная такая программа была у нее. Но были моменты, когда, кроме вот этого «Уахат», первый сюжет показывали на весь Казахстан. Студия ЖТСУ просуществовала до 2001 года. Затем начинается новая страница в ее истории – переезд в Талдукурган и превращение в полноценный телеканал со своей частотой. На 700 миллионов тенге в 2018 году у Палаты предпринимателей Алматинской области Атамикен отстояла права бизнесменов. За отчетный период прошлого года из поступивших 365 обращений, 194 решились в пользу предпринимателей, говорит директор Палаты в ходе брифинга ВРСК. Что касается поддержки начинающих бизнесменов, активно реализуется проект «Бастал», благодаря которому безработные и самозанятые граждане области смогут открыть свое дело и получить кредит под 6% годовых. Так, в 2018 году «Бастал» реализуется практически во всех районах и городах области. Количество обучившихся увеличилось вдвое и составило около 3,5 тысяч человек. Всего профинансировано более 900 проектов, рассказал Нариман Айбершаиков и о ходе реализации государственно-частного партнерства. Так, в рамках сотрудничества сегодня в области открылись и работают 597 частных детских садов и 8 школ. Эта работа помогает решить вопрос трехсменного обучения и улучшения качества и доступности дошкольного и среднего образования. За последний год только в области открыто новые 82 детских сада. Сегодня в области количество детских садов частных больше, чем государственных. Соответственно, я думаю, что такая же практика может быть у нас и в крупных населенных пунктах. Если государство будет субсидировать, частные школы будут охотно открываться бизнес-обществом. На сегодняшний день можем субсидировать как дошкольное, так и среднее образование. Мы, в принципе, эту работу начали. Единственное, для того, чтобы я, как еще раз сказал, освоить полностью стопроцентный заказ по выделению субсидий, необходимо 410 миллионов тенге. Этот вопрос как раз в ближайшее время планируем вынести на рассмотрение бюджета областного маслехата. В Алматинской области в ближайшие дни ожидается повышение температуры, сообщает Казгидромет. Согласно досрочному прогнозу погоды, в конце февраля и в первой декаде марта температура воздуха повысится до плюс 13 градусов. Ожидаются обильные таяния снега. В связи с чем работники Казгидромет советуют жителям области своевременно чистить каналы и орки во избежание потопления домов. В связи с тем, что времена года меняются, атмосферный поток тоже меняется на юго-запад, поэтому с юга будет выход южных циклонов и теплых фронтов. Грецию засыпало снегом. Причина тому циклон Океанис. Холодный фронт с севера Европы принес с собой обильные снегопады, а температура воздуха упала сразу на 10-15 градусов по Цельсию, что совсем нетипично для теплолюбивой Греции, пусть даже и в феврале. Из-за снегопадов нарушено транспортное сообщение в северной и центральной частях страны. Так, в аэропорту Салоников многие рейсы были отменены, а в горных районах закрытыми оказалось ряд автотрасс. Кроме того, в Егейском море дует штормовой ветер силой топ-10 баллов по шкале Баффорта, что сказывается на поронном сообщении. Тысячи людей собрались на площади Святого Марка в Венеции, чтобы понаблюдать за одним из главных событий знаменитого карнавала – полетом ангела. В этом году в первую в историю карнавала было сразу два ангела. Честью достоялись 20-летняя Эрика Кия, ставшая победительницей шествия Марии, и 27-летний Микол Росси, страдающий болезнью крона. Ранее Россия обратилась с просьбой к мэру Венеции, чтобы ему дали такую возможность. Венецианский карнавал – один из самых знаменитых в мире. Посмотреть на красочный праздник приезжает множество туристов со всего мира. На границе Колумбии и Венесуэлы сторонники венесуэльской оппозиции пытаются спасти из нескольких горящих грузовиков продовольствия и медикаменты, направленные в США. Сообщается, что остальные грузовики с гуманитарной помощью были отозваны обратно в Колумбию, так как стало ясно, что в Венесуэлу им не попасть. Лидер оппозиции Хуан Гуайда неоднократно заявлял, что в страну 23 февраля и за границей, в том числе и из Колумбии и Бразилии, прибудет иностранная помощь. Правительство Боливии назвало эту инициативу дешевым в шоу олигархии. Ряд активистов Алматинской области сегодня чествовали сотрудники партии Нуратан. Каждый из них по-своему внес вклад в развитие ЖТСУ. Благодарность активной молодежи выразил первый заместитель председателя областного филиала партии Нуратан Галиасхар Сарбаев. Он пожелал им удачи и творческих успехов. «Вы наше будущее, двигатель которой должен помочь Казахстану войти в 30-ку развитых стран мира», добавил он. Активная молодежь была отмечена благодарственными письмами и ценными подарками. Мероприятие проводится в рамках Года молодежи, инициированного главой государства. Молодежь – наше будущее. Мы должны создавать для них все необходимые условия, приветствовать их рвение, наша прямая обязанность. Так мы смотивируем их еще больше. Не сомневая, что с такой талантливой молодежью наша страна достигнет небывалых высот. Под девизом «В здоровом теле – здоровый дух» студенты Алматинской области собрались на лыжной базе Таужи-Тесу. Там прошел спортивный фестиваль «Винтерфест». В этом зимнем сезоне он проходит уже четвертый раз в форме эстафеты. Молодежь смогла попробовать себя в лыжном виде спорта, перетягивании каната и в других веселых викторинах. Главная цель – это пропаганда здорового образа жизни и популяризация зимнего туризма в нашем регионе. В конце фестиваля самые активные студенты награждены грамотами и ценными призами. Организаторы областного управления туризма Алматинской области желающих принять участие в фестивалях с каждым годом больше. Поэтому мы проводим сразу несколько фестивалей за сезон. Зимний период заканчивается, и впереди мы готовим еще одно большое мероприятие. Будет очень весело. Девушки Алматинской области вернулись с победами из Шимкента, где прошел официальный чемпионат Казахстана. Он был организован в двух возрастных категориях – молодежь и юниоры. В обеих нашим спортсменкам удалось выступить достойно. В итоге пять золотых, одна серебряная и четыре бронзовые награды. А это второе место в вообще командном зачете. Улжаная Мамутова в боксе с 2012 года. Все это время она усердно работает на результат. Тренируется по 5-6 дней в неделю. А когда есть свободное время, в зал приходит два раза в день. В прошлом году Улжаная стала бронзовым призером Казахстана. В этом, благодаря своему трудолюбию и целеустремленности, ей удалось победить в возрастной категории до 18 лет. На голову сильнее всех своих соперниц в этой подгруппе были еще две представительницы Алматинской области – Арзигуль Исламова и Анель Кудайберген. Они также принесли в общую копилку золотые медали. К чемпионату Казахстана по боксу я готовилась очень основательно под руководством своих тренеров. Спасибо им за их работу на тренировках и за всестороннюю поддержку на самих соревнованиях. Теперь моя главная задача – завоевать одно из призовых мест на чемпионате Азии. Среди юниорок блестящие результаты показали Жул Дыша Ахметова и Анар Турсенбек. Основную конкуренцию в борьбе за чемпионство им составили представительницы Алматы, Казалардинской и Туркестанской областей. Золото на чемпионате страны нашими девушками завоевано в упорной и бескомпромиссной борьбе. На будущее спортсменки строят еще более масштабные планы и ставят перед собой олимпийские цели. Это мой второй чемпионат Казахстана. В прошлом году мне удалось стать призером, а в этом я приложила все усилия, чтобы победить. В будущем хочу завоевать лицензию на Олимпийские игры и поднять флаг Казахстана на самых престижных стартах мира. Каждая тренировка длится около двух часов. Разминка, отработка ударов, спарринги. Тренеры внимательно следят за физическим и психологическим состоянием спортсменок. Впереди очень важные старты. Чемпионат Азии в Саудовской Аравии. Подтвердить звание сильнейших в этом году нашим девушкам предстоит и на престижных международных турнирах в России, Украине и Польше. Лилия Штогрина, Жей Курманбаев, телеканал ЖТСУ. Такова была информационная картина дня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин